Константин Муравьёв. Союзник. Глава первая. Фронтир, граница империи Атаран и свободных территорий, станция Рекура-4. Кабинет начальника главы службы безопасности станции Рекура-4. Утро. И снова всё те же, усмехнувшись, констатировал Плат, глядя на присутствующих. В его достаточно большой, но казённо обставленной комнате опять собрался в основном всё тот же состав. Сам хозяин этого кабинета, глава департамента по исследованиям, леди Сара и её новая, но уже неизменная телохранительница, которая не выпускала её из-под своего присмотра даже на несколько минут. А графы, посол и начальник службы безопасности посольства, ну и главы общины троллов. Хотя нет, кое-что всё-таки изменилось. Теперь к ним добавились два новых персонажа. Тут же присутствовали ещё две неизвестные Плату девушки. Что интересно, в этот раз было хоть какое-то разнообразие. И привели их не а графы, или это была не дочь Сары, а прибыли они с троллами. Ведь и сами девушки являлись представительницами их расы. Так что послужило причиной нашей встречи в этот раз, — обратился Плат уже напрямую к бывшему полковнику десанта Космического флота Содружества, а ныне главе общины троллов Коллену, который и попросил её организовать. «Они!» — не стал делать вид полковник, что его это не касается. И указал на двух девушек, а также тех, кто ещё пришёл с ними. И мощный тролл, наверное, самый крупный из тех, кого за всё время своей жизни видел глава службы безопасности, посмотрел на него. «Не возражаешь, если мои парни приведут и ещё кого-то. Только ты уж прости, но они немного во всеоружии. Так что пусть твои люди не сильно на них кидаются. Во избежание, так сказать». Человек переглянулся с остальными и несколько удивлённо поглядел на тролла в ответ. «Пусть подходят. Я отдал приказ. Никаких эксцессов не будет». Тут я не уверен. Почему-то протянул Коллен и через мгновение добавил. «Всё, они идут». А ещё через пару минут в двери их кабинета раздался стук. «Это мои!» — сказал тролл и направился к двери, чтобы открыть её и впустить своих людей. И после того, как он отошёл в сторону, вместо ожидаемых троллов в кабинет вошли не его соотечественники, а четыре девушки-аграфки с изумлением и неподдельным удивлением разглядывающие находящихся в кабинете плата людей. Однако, как только одна из них увидела посла аграфов, вернее, даже не так, её взгляд ушёл чуть дальше. Получается, что она обратила внимание на начальника его охраны, стоящего немного позади. Так вот, как только она увидела этого аграфа, сразу воскликнула. «Полковник Кларус!» — и она быстро подбежала к нему. «Как я рада вас видеть! Вы меня узнали?» — и она вопросительно посмотрела на несколько ошарашенного полковника-аграфа. «Я Геная, корреспондент имперских вестей. Мы с вами пересекались буквально несколько дней назад на открытии выставки в столице. Вы тогда ещё отогнали от меня и моих подруг нескольких наглых юнцов. Вы помните? Сам же Кларус стоял и всё теми же ошарашенными глазами смотрел в лицо той давно потерянной девушки, которая считалась погибшей уже более шести лет. Он сам расследовал то дело именно из-за того, что никто не смог сказать ему, что же там произошло на самом деле. И он не мог оставить всё это просто так. Ему очень нужно было знать, что же произошло с той молодой девочкой, что так запало в его сердце с их первой и такой странной встречи, о которой она только что сказала ему и после которой они собирались пожениться буквально за несколько дней до её исчезновения. Между тем Геная, будто и не узнавая полковника, продолжала свои вопросы с какой-то неподдельной радостью, глядя на него. «Вы, может, расскажете нам, что же произошло и как мы тут оказались? Да и вообще, где мы?» Геная, негромко и достаточно медленно произнёс сон, всё ещё не отойдя от изумления, вызванного этой внезапной встречей с якобы давно погибшей Аграфкой и тем, что она, похоже, помнит лишь этот момент. «Я и сам ничего не понимаю. Давайте я вам немного позже расскажу то, о чём мы сможем разузнать». И он ещё раз с неподдельной тоской во взгляде посмотрел на стоящую перед ним молодую девушку. Вдруг он ощутил, как чья-то рука сжала его плечо. «Мы во всём разберёмся». Пришло сообщение от его брата, которого девушка тоже должна была знать, но на которого даже не обратила никакого внимания. «А теперь соберись». «Ради них», — передал ему посол и потом добавил. «Ради неё». «Да», — медленно кивнул Кларус, всё ещё не отрывая глаз от девушки, которая, похоже, заметила столь странную реакцию на её появление. «Что-то не так?» — тихо спросила она. «Не знаю». Так же тихо ответил Аграф, а потом резко встряхнул головой. Брат был прав. Если они не смогут разобраться в том, что произошло, то и не смогут ничего объяснить этим девушкам. «Мы постараемся вам помочь», — уже вполне спокойно, взяв себя в руки, сказал Геннай полковник. И параллельно с этой последней фразой он задал поиск по пропавшим и погибшим за последние несколько лет Аграфкам в их общей базе империи. А уже через несколько секунд получил ответ, что все те девушки, которых он видит сейчас перед собой, числятся среди пропавших или погибших за последние 3-6 лет. Узнав это, он перевел свой взгляд сначала на молодых Аграфок, замерзших у входа и растерянно оглядывающих присутствующих, а потом и на ожидающего завершения их разговора Колина. «Кажется, теперь и я очень сильно заинтересован в нашем предстоящем разговоре», — обратился он к Колину, который, по сути, из всех них сейчас и был наиболее информированным. Тот лишь кивнул в ответ. Плат же почему-то спросил другое. «Почему такая охрана?» И он кивнул в направлении двери. Тролл лишь пожал плечами, а потом ответил. «Нас попросили ее обеспечить, и мы это сделали». «Кто?» — посмотрел на него начальник СБ. «По всей видимости, тот, кто их и доставил на эту станцию. Но давайте обо всем по порядку». И немного подумав, Тролл добавил. «Может, стоит ваших девушек, и он пристально посмотрел на посла и его помощника, отвезти в посольство? Думаю, там им будет удобнее». «Да», — сразу согласился Кларус. Он уже понял, что столь внезапное появление тех, кто числился среди пропавших и погибших, да еще и столь необычное, притом с такими уж очень своеобразными симптомами, это непростое совпадение. И в просьбе, вернее, в предложении огромного Тролла есть определенная и достаточно значимая доля насущной необходимости. Скорее всего, он хочет от чего-то защитить девушек. А судя по тому, где они все сейчас находятся, и что за территория простирается за пределами станции, Кларус вполне догадывался, что он может услышать. «Да», — решил он, «им этого знать не нужно». А потом связался со своими людьми. «Девушки», — обратился он к ожидающим хоть какого-то решения аграфкам, «сейчас подъедут мои подчиненные и проводят вас в посольство. Распорядитель выделит вам комнаты, где вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок. Не переживайте, все будет хорошо. А как только мы тут закончим, я и господин посол, и Кларус указал на своего брата, «Встретимся с вами и расскажем все, что сможем к тому моменту выяснить». «Спасибо», — начали благодарить их его соотечественницы, о чем-то негромко переговариваясь между собой. Сам же полковник стоял и краем глаза любовался Геннаей, давно потерянный для него и так внезапно воскресший. «Теперь точно все будет хорошо», — негромко повторил он. И как раз в этот момент девушка развернулась в его сторону и очень уж долгим и задумчивым взглядом осмотрела полковника. Ну а потом прибыли его люди и увезли их, и сейчас в кабинете плата остались лишь те, кто и пребывал тут с самого начала их встречи. «Так о чем ты хотел нам рассказать?» Сразу обратился Кларус к сидящему в кресле троллу. Тот кивнул, а потом повернулся к девушкам, которых привел с собой. «Это моя племянница», — и он показал на одну из них, на Ария, а вторая жена моего племянника Тила, и они сегодня практически под утро появились в нашем секторе. И полковник поглядел на Плато, а потом на Араша и Грегора. Просто появились прямо посреди защищенного и патрулируемого сектора, переведенного в режим боевой готовности. «Да», — протянул Плат, — «что-то все это мне напоминает». И он обратился к Грегору и Арашу. «Хорошо, что еще?» Колин немного помолчал, а потом продолжил. «И были они там не одни, как вы теперь понимаете. С ними находились и те девушки-аграфки, которых вы видели сейчас и которых взяли под свою опеку». Плат же немного подумал, а потом все-таки еще раз спросил. «Но ты так ничего и не сказал про этот спектакль с сопровождением?» Тролл кивнул, а потом, порывшись, вытащил из внутреннего кармана пластиковую карточку, на которой было написано лишь одно. «Девушке в опасности необходимо обеспечить их охранение и прикрытие». «Это передала мне на Ария, когда мои люди обнаружили их у нас в секторе», — сказал Колин. «Понятно», — произнес Плат, крутя в руках полученную карточку. «И почему именно такой анахронизм?» — спросил он, явно ни к кому не обращаясь. «Его невозможно отследить», — негромко произнес Кларус. «Тем не менее, отвечая на этот вопрос, «Ты никогда не узнаешь, откуда появился этот кусочек пластика, тогда как все остальное можно выяснить, хоть и с определенными трудностями». А потом он задумчиво посмотрел на девушек, что так с момента начала всего разговора не произнесли ни слова. «Как я понимаю, своих родственниц ты сюда привел не просто так», — констатировал он, переведя свой взгляд на Тролла. Тот лишь кивнул в ответ, а потом обратился к одной из них. «Наария, рассказывай». Девушка послушно сделала шаг вперед и начала говорить. «Мы со станции Пелена, она находится в трех прыжках отсюда. Моя мать состояла в совете станции. Араш и Грегор переглянулись, как, впрочем, и сам Плат. Они прекрасно знали, что это за станция, и кто мог состоять там в совете. Она из тех, кто удержался у власти еще со времен войны с Архами». «Понятно», — кивнул Араш. «Из Старожилов. Рассказывай дальше». «Четыре дня назад на нас напали. Мы успели скрыться, но мама дала себя схватить, тем самым позволив нам сбежать из особняка. Мне, Тили и ее сыну. Что происходило потом на станции, мне неизвестно. Мы все это время скрывались в безопасном месте. Со станции вырваться не удалось. Все доки быстро перекрыли и взяли под плотный контроль, не позволяя даже подобраться к ним. А полтора дня назад на нас вышел какой-то мужчина в скафандре и передал мне кольцо матери, а также условленную фразу. Он сказал, что она погибла, но перед смертью попросила его переправить нас сюда, после чего он проводил нас на небольшой средний кораблик, который буквально через несколько минут покинул станцию, и мы направились сюда. И девушка на пару мгновений замолчала, а потом под одобрительным взглядом Колина продолжила. На предоставленном нам судне был какой-то странный экипаж. Тут она замолчала, а потом сказала, «Две девушки, фигуры очень похожие на аграфок. Мы их видели пару раз, и то мельком. И еще молодой Криат. Узнать его можно было по их скафандрам, хотя он особо и не скрывал своего лица». Ну да, обдумав положение, пробормотала она, «Ему этого и не нужно. Их и так можно узнать, как бы они не замаскировались без особого труда. Он-то как раз и занимался заботой о нас и нашим размещением на корабле. Ну и последний — это их капитан, мужчина, тот, который забрал нас со станции. Он все время, так же, как и весь его экипаж, был в скафандре. Поэтому большего о нем я сказать не могу». Присутствующие переглянулись. Уж больно то, что рассказывала девушка, да и стиль работы этого неизвестного подходили под некое описание кое-какого их знакомого. Араш поглядел на Плато, намекая ему на то, что это вполне может быть он, однако сам при этом никакой информации от него не получал. «Да и незачем», — вдруг сообразил он. «Все, что нам необходимо сообщить, мы или узнаем через девушек, или дойдем до всего сами». Между тем девушка закончила говорить, но очнулась Тила и дополнила сказанное на Арии. «Он не маг, это точно. Если бы он обладал хоть какими-то магическими способностями, я бы это почувствовала». «Понятно», — кивнул Плат, глядя на них. «Есть еще что-то?» «Ну», — протянула племянница Колина, «не знаю, будет ли это важным или нет, но во время нашего возвращения произошел очень странный инцидент». «Да, мы слушаем», — произнес уже Араш, обращаясь к ней. «Не знаю, зачем, но мы на какое-то время задержались в одном из промежуточных секторов. И вот во время остановки мы наткнулись на несколько пиратских кораблей. «Вы ждали именно их?» — встрепенулся Плат. «Не знаю», — ответила ему девушка. «Я не могу об этом ничего сказать». «Да, видимо, только сейчас девушка вспомнила еще что-то. Те, кто там появились, точно знали, что мы в этом секторе. А также они знали то, что у нас на борту есть аграфки. Хотя мы сами до этого их даже не видели». «Хм...», — протянул один из аграфов. «И что же стала делать команда?» Девушка перевела на него свой взгляд. «А вот с этого и начинается то странное, что меня смутило. Мы все время были в капитанской рубке, а потому видели, как все было. Наш капитан точно не знал, что это за корабли. Да и Тила их никогда не видела. А она эксперт. Она занималась оценкой и приемкой судов у нас в компании. И молодая тролла кивнула на вторую девушку. Но даже и ей не был известен тип подобных судов. Единственное, что она предположила, что это какие-то нестандартные типы кораблей, которые собирают в очень уж отдаленных от содружества или обособленных государствах, не имеющие с ним никаких связей. Это-то она и сказала капитану, когда он поинтересовался нашим мнением. Что тоже странно. Обычно люди, наделенные властью, не признают того, что чего-то не знают. Но его это, похоже, очень мало волновало. В общем, когда наш непонятный капитан ничего не смог выяснить о судах, которые нас нашли, то не стал от них сбегать. Да это было и невозможно. Но тем не менее, он повел себя несколько странно. Он не пытался сбежать, хотя и можно было попытаться уйти сквозь астероидное поле. Я видела, как несколько раз нечто подобное проделывали наши пилоты. Правда, там и суда были чуть меньше и немного более маневренные. Но тем не менее, он же наоборот намеренно дал нас захватить. Я сама видела, как он направился к выходу из нашего корабля, приказав Криату заблокировать его после ухода и перевести в режим полной обороны. Я еще тогда удивилась, а как он сам-то собирается на него попасть. И девушка только сейчас смогла понять, что могли означать подобные действия. Так, он не собирался вернуться, и она вопросительно посмотрела на своего дядю. Тот лишь пожал плечами. Скорее всего, он не исключал и такой возможности. Понятно. Медленно кивнула девушка. И на несколько мгновений задумалась. Но ее отвлек от размышлений Араш. Так что произошло дальше? Спросил он. А дальше? И она посмотрела на него. Не знаю. Я вообще ничего не могу сказать о том, что случилось на том корабле пиратов, на который мы пришвартовались. Все системы связи были переведены на автономный режим, и все внешние датчики отключены. «Режим блокады», — уверенно произнес Грегор, услышав ее слова. «Старая школа». Так делали для того, чтобы на корабль не сумели проникнуть хотя бы ближайшие пару часов, полностью исключив любую возможность подключения к нему. «Возможно», — согласилась с ним Наария, «но из-за этого мы и сами ничего не знали из того, что там происходит». И буквально минут через сорок капитан вернулся, и мы вылетели из корабля. Он был все в том же своем скафандре. Ничего не говорило о том, что там происходило. Капитан занял свое место, и мы покинули корабль. Мы перешли в гипер и совершили прыжок уже именно сюда. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин